В пасмурный дождливый день самым правильным решением будет отправиться в путешествие к кактусам. Далеко ехать не придется. Наш герой сейчас все расскажет. Детство босоногое свое вспомните. Там точно был такой уголок в околодомном пространстве. Только ваш. Только для ваших личных тайных дел, отдыха или веселья. Красоты неописуемой. То ли на дереве, то ли у речки, то ли даже на краю огорода у бабушки. Место, где можно было спрятаться от всего и от всех. Вот нам и посчастливилось оказаться в похожем уголке. И красот тут много, и человек живет хороший. Ну а плохой разве поделился бы с нами и с вами своим укромным счастьем? И пусть уголок этот не совсем в деревне, а в городе-герое Севастополе. Деревенская аура тут определенно есть. Здесь можно пить чай с казинаками и разговаривать по душам. А окружать вас будут зеленые красоты и колючие красоты. Потому что для нашего героя важны и этот сад, и особенно мастера колючести, разнообразные кактусы. В определенный момент жизни я от мамы, наверное, перенял эту любовь к растениям и начал ими заниматься. Вообще по каким-то шажочкам появлялись какие-то растения небольшие. Это были фиалки, это были арахидеи. Все это потихоньку накапливалось дома. И в определенный момент я открыл для себя мир растений, такие как кактусы. И туда полностью ушел. И, честно говоря, ни разу не засомневался. Я уже занимаюсь этим более 10 лет. И уже ушел туда с головой полностью. То есть и сею семена, выращиваю из маленьких семечек большие растения. И опыляю растения, получаю новые гибриды. Это все настолько интересно, что, не знаю, у меня появилось желание, наверное, связать с этим свою жизнь. Поэтому для меня это сейчас основное дело жизни. И я стараюсь максимально в этом плане развиться. Мне это очень интересно. Я закончил техникум на радиотехнику. Затем я пошел в институт на заочное отделение на электромеханика. Думал, буду ходить в моря. Потому что у меня и друзья. У нас город морской. Тут много моряков. Я думал, тоже пойду по этой стезе. Но что-то я всегда думал о том, что не тянет меня в море. Куда-то далеко от дома. Не знаю. Как будто я теряю какое-то время драгоценное. Невзирая на заработки, возможно. Не хотелось бы отправиться в Южную Америку, в Центральную Америку, чтобы на родину кактусов? Да, конечно. Хотелось бы отправиться в какую-нибудь экспедицию. Тем более, я знаю, как наши коллеги посещают такие мероприятия, отправляются в экспедиции. Потом присылают там фотографии, насколько это все красиво и необычно выглядит именно в условиях произрастания этих растений. Это очень интересно и очень масштабно. Пусть кактусы немного потерпят. Скоро мы придем к ним и останемся надолго. А как иначе? Такая уж насыщенная у них жизнь. Но пока еще немного побудем в саду. После дождя здесь завороженно сверкают капли. И кажется, что мир затаил дыхание. И наш герой про сад говорит с большой любовью. Вы, кстати, уже, наверное, догадались, что мы в деревенском счастье рассказывали и о маме Владимира Елене Путь. Вот именно она и помогала с садом, и вдохновляла на великие кактусовые достижения нашего героя. Живем мы здесь с 2003 года. Ну, то есть уже сколько там? Ну, чуть-чуть не до 20 еще. Да, 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 15-20 лет. Вот, потихоньку, да, вот как раз-таки, когда мы в этот дом и переехали, наверное, основной толчок уже был здесь, когда у тебя есть участок, и ты можешь развернуться в своих там каких-то планах, видениях ландшафтного дизайна там, или просто какие растения ты хочешь иметь. Здесь все выглядит, как будто это рай. Вот, да, и когда есть, так сказать, поле для работы, это ты потихоньку вот создаешь, как тебе хочется. Что может быть необычное? Что было первым посажено здесь? Насколько я помню, этим мама начинала заниматься. Первое, что было очень много приобретено сортов тюльпанов, и прям так серьезно, прям у нас поляна была здесь тюльпанов. И, ну, это все многолетние в основном растения. Все многолетники, это кустарники, различные травы, там, водные растения в водоем. Как проводите здесь время в саду? Ну, начинается весна, начинаются поливы, пересадки, обрезка растений, опять же, обработки против вредителей, против грибка. В основном такая работа, то есть какое-то облагораживание, то, что наросло с прошлой осени, и за зиму, возможно, какие-то потери произошли. Все это надо облагородить. Какие ощущения вызывает у вас работа здесь? Какая-то умиротворенность появляется. Не знаю, когда смотришь на эту всю красоту, как будто погружаешься в какой-то другой мир совсем, где нет людей, какой-то суеты. И просто наслаждаешься этим, отдыхаешь. Как появился пруд, и каким живым миром он населен? Я вижу лягушку. Да, там, кстати, живут лягушки. А прудик появился по мере увеличения количества растений. Мы поняли, что есть также место в нашем саду и для пруда, потому что есть также водные растения, это рыбки там, которые плавают между растениями теми же. Ну, красоты вообще необычайные. Сами сделали, долбили тут скалу, потому что у нас везде, конечно, известняк скала, еще и тфу-тфу-тфу, но более или менее сами справились. Вот, и здесь бамбук, вот клен тоже варригатный. Да, это тоже клен такой, да. Такой необычной расцветки. Да, вот эта варригатность листа по краюшку. Где у него места произрастания? Здесь у нас. Я имею в виду, он привычен к таким тоже, да, к нашим краям? Да, конечно. Что никогда не встречала. Знаете, в лесу так не растет красиво. Конечно, у нас, в принципе, климат достаточно благоприятный для выращивания большого круга растений, большого разнообразия. И многие растения у нас и зимуют, и хорошо, в принципе, и жару переносят. То есть можно справляться, и большое разнообразие растений держать, даже на относительно небольшом участке. У меня такой глупый вопрос. А кот здешний на лягушек не охотится? Или на немфей просто не любуется ли своим отражением? Ну, отражением, да, любуется отражением. Но, честно говоря, не охотится, по-моему. Как-то они сжились. Тут должна быть рыба, должна быть, да? Да, должна быть рыба. Но сейчас вот все под листами немфей. И они где-то там на дне плавают. Давайте, да, попробуем кормить карпов. Наверное, они все-таки выйдут к нам навстречу. Может быть, день такой не солнечный, они хотят в теньке побыть в покое. Тут такое райское место, они думают, боже мой, ну вот какие-то гости. Да, они не ожидали, наверное, приходу гостей. Давно вы завели здесь карпов? Они насколько долго живут? Ой, ну они, наверное, живут, как только водоемчик у нас появился. Ну, лет пять, наверное. Нет. Возможно, самцы, да. Слушайте, ну они почему-то, да, решили, что они не хотят к нам выходить, но это не страшно. Я думаю, что так тоже неплохо. Ну да. А вот и главные герои этого выпуска. По меньшей мере, Владимир так говорит о кактусах. И эта любовь к своему делу видится со стороны очень важной. Как будто не будь в мире кактусов он бы потерял огромную долю своей красоты. И так интересно наблюдать за тем, что рассказывает о них Владимир. С юмором, с уважением, с радостью и счастьем. Единственное правильное решение – это сделать какую-то базу для этих растений, потому что все-таки зимой им нужна температура хотя бы от плюс 7-10 градусов в этих пределах. То есть на улице это организовать нереально практически. То есть в основном все коллекционеры растений, кактусов создают оранжереи, теплицы, где растения содержатся круглый год. Ну если говорить об этих растениях, то суккуленты, как мы их называем, это правильное название, они разделяются на две группы. Это кактусы и другие суккуленты. Вот. Кактусы – это в основном все, что колючее. Они очень красиво цветут. Ну все мы знаем кактусы. И там есть один нюанс – не надо их ставить около компьютера. Что-то мне в голову пришло. Ну это, кстати, полезная информация. Почему же? Потому что растения все-таки любят цвет. А как правило, компьютеры у нас расположены в темном углу. И вот эта легенда, что кактус забирает негативное излучение от монитора – все это как бы сказки. По правую руку находятся в основном это кактусы, род астрофитум. Здесь также и хенопсисы есть. Мне очень нравится, что астрофитумы – они практически без колючек. Если взять самые популярные виды, то они без колючек. И с ними удобнее гораздо работать. Потому что с колючками, конечно, когда они впиваются, иголки впиваются в руки. Но особенно мелкие. Да, да, да. Поэтому с астрофитумами гораздо проще. Они очень красиво цветут. Но сегодня такая, как у нас, погодка немножко пасмурная, цветы не открылись. Если взять кактусы род астрофитум, они очень хорошо поддаются гибридизации, селекции. То есть при опылении цветков разных растений мы смешиваем гены и при этом можем получить различные формы самого тела кактуса. То есть, если наглядно посмотреть, вот, допустим, в принципе, это обычная форма. Вот природная форма кактуса. То есть это пятигранная мериостигма. Нудальной формы. Она без крапа идет. Если природная форма идет с вот таким вот крапом, то это нудальная форма. А также, возможно, полученный человеком гибрид. Опять же, без крапа. И дальше мы просто... Сейчас очень популярно. Вот такие вот фукурю они называются. Это японские культивары, когда между рёбер получаются наросты. Это очень ценится в коллекциях. Японцы пытаются вырастить годзиллу из кактуса? Практически, да. То есть есть даже некоторые там культивары кактусов, которые так и называются годзилла. То есть у них прям... Они все вот в этих вот наростах, пупырках, да. Чуть дальше за вами как раз видно множество цветов. Расскажите. Вот, допустим, зацвела вот такая вот рябуция. Они, в принципе, достаточно просты в уходе. Опять же, при максимальном освещении, обычном поливе, они имеют такую вот приземистую округлую форму и с лёгкостью зацветают. И вот таким вот букетиком красивым получается. Теперь будем шагать и смотреть по левую сторону. Там тоже много интересного. Особенно хороша в кактусах кошка. В начале программы вы видели её кавалера. Он, как истинный джентльмен, помог мне пройти по дорожке и рассказать вам завязку нашей истории. И пока его дама сердца отдыхает, он поёт ей сиренады под окнами кактусовой теплицы. Она, да, она очень любит отдыхать в теплице. Здесь просто пенопласт тёплый. И она, видимо, это чувствует. И здесь любит отдыхать. Как зовут её? Её зовут Аванс. Значит, маленькая история просто. Когда-то я устроился на работу и получил первый Аванс. Ну, тут уже логика прослеживается. Да. Вот. И шёл домой радостный такой. И около магазина просто сидел такой ободранный котёнок. Такие ушки резные, так скажем. Я подумал, что это, может, отбраковка от какой-то породы, там, шотландской или от чего-то. Вот. Ну и на радостях, думаю. Кота дома нету. Думал мальчик. Назвал в честь того, что я получил Аванс, Авансом. Вот. И через, там, пару месяцев оказалось, что это девочка. Но имя так и осталось. Она помогает вам ухаживать за кактусами? Ой, ну, как сказать. Иногда даже не очень помогает. Ну, я могу себе представить. Ну, кактусы колючие. Я полагаю, она хотя бы их не ест. Нет. Ну, слава богу, кактусы она не ест. Просто может что-то зацепить ненароком, когда там движется в направлении. Когда вот так валяется. Ой. Ей сейчас тепло, видимо. И она такая вся расслабленная, нежица. По левую руку здесь много всего. На самом деле, разные виды и разные рода суккулентов. Здесь очеверии, здесь вот всякие листовые крассулы есть. Вот дальше литопсы у нас идут. Литопсы, живые камни. По-другому их называют. Вот. Здесь также различные кактусы и все-все-все подряд. Здесь в основном у меня идет растение, которое я размножаю и реализую. Литопсы, их по-другому называют. Живой камень с латинского, литопс переводится. Они произрастают в пустыне практически. Среди камней их можно встретить, а ненароком и наступить, потому что их форма сливается с формой камней. И когда они там растут, их практически вообще не видно. То есть их, наверное, видно только, когда у них начинается период цветения. Это осень. Открываются желтые и белые ромашки. Тогда можно разглядеть среди камней эти экземпляры. Что вам больше всего нравится из этих литопсов? Есть любимчики? Любимчики? Ну, вот такие фиолетовенькие бахусы. Это, кстати, также гибрид выведенный. В основном сейчас, если взять в целом, тенденцию развития коллекционирования, конечно, очень много видовых растений природных, которые не менее красивы, чем культивары, которые выведены человеком. Но сейчас все больше и больше выводят все-таки культиваров. И они более ценны как в финансовом плане, так и в коллекционном плане. То есть это большой труд, когда ты опыляешь растения и начинаешь сеять. И через несколько поколений возможно выйдет этот гибрид, на что может уйти десяток лет, допустим. То есть из-за одного растения ты можешь потратить часть своей жизни на выведение этого гибрида. Всему видно, что вы терпеливый человек. Вы идете на это сознательно? Конечно, терпению нет предела. Запасемся терпением и мы. Будем заниматься пересадкой подрастающих суккулентов в новые места обитания. Процесс довольно легкий, но весьма интересный. Особенно, если показать, как мы это снимали. Как будто операторы тоже решили спеть под окнами пару песен. Но не сиренад, а что-то из старого доброго рока. Может, из Битлз или аквариума. После дождя тут лиричное настроение. Хотелось бы рассказать просто про посадку растения. Вообще, в каком грунте растут кактусы, суккуленты и как правильно высаживать. Ну, он такой щебень какой-то. Вот это присыпка. Я сейчас покажу, для чего она используется. Вот это сам непосредственно грунт. Опять же, сам грунт для кактусов. Каждый человек подбирает из своих возможностей, исходя, то есть, это покупка в магазине, либо это сбор компонентов от матушки природы. Здесь, в основном, я использую гальку с пляжа и листовой перегной. Там он содержит необходимые компоненты для произрастания растения. Самое основное, это грунт должен быть влагоемким и в то же время воздухопроницаемым, для того, чтобы влага не застаивалась и растение успевало впитать в себя все необходимые вещества, и за это время грунт просох. Вот уже подготовлен первый пассажир. Да, пассажир подготовлен. Это вот хавортия из моего, мой гибрид. Сейчас мы ее из маленького стаканчика пересадим в горшочек, где она уже дальше будет расти. Там, потому что ей скоро может стать тесно. Да, здесь уже тесно, на самом деле, потому что маленький стаканчик и корнями все заплело. У нее такая корневая интересная. Да, вот такая вот корневая. Здесь вот основные корни и такие вот маленькие корешки. Вот. Мы будем сажать вот в этот горшочек. На дно обязательно кладется керамзит. Далее идет непосредственно наш субстрат основной. Так. Можно даже руками. Потихонечку мы сюда засыпаем. Оно как-то дополняет вот такой разноцветный вот этот вот субстрат? Ну, здесь у меня сейчас находится обожженный циолит. Он тоже обладает пористой, ну, пористая структура и из-за этого он достаточно влагоемкий и воздухопроницаемый в то же время. То есть мы насыпаем необходимое количество земли сюда, нашего субстрата основного, чтобы растение сюда поместилось и было на поверхности. вот таким вот образом. Далее досыпаем аккуратненько. Такой крепкий суккулент, стойкий оловянный солдатик. Да. И в принципе все готово. Все готово, да. И так как мы серьезные коллекционеры, мы обязательно ставим бирочку, чтобы не потерять название этого растения, потому что это очень важно. Давайте поставим, чтобы все могли полюбоваться этой красотой. Здорово получилось. Теперь наш герой расскажет о самом важном процессе в работе с суккулентами. Таком, где обычный человек может почувствовать себя настоящим мастером и созидателем. Поэтому, наверное, люди и стараются быть ближе к природе. Она великий создатель, и хочется соответствовать ее требованиям и ожиданиям. Хочу показать процесс опыления растений. Он нужен для размножения. В принципе, также на базе опыления основана как бы селекция. То есть мы смешиваем гены двух растений и выводим новое растение то есть семенами. Вы чувствуете себя демиургом, когда это делается? Да, творителем чувствую и создателем. Вот. Давайте посмотрим на магию. Вот. Вот. На базе таких кактусов дрибуций. Они сегодня звезды экрана. Здесь у меня тычинки и просто мы аккуратненько на пестик переносим пыльцу. Когда появятся дети? Дети мы увидим завязавшиеся плодики у основания как бы стебля кактуса. Тогда можно считать, что там уже завязались семена. И будем ждать созревания. То есть у разных растений они по-разному вызревают там от нескольких недель до нескольких месяцев. Слушайте, я понимаю, где пчелы и где кактусы, да? А есть какой-то смысл в том, чтобы пчелы помогали? Когда, допустим, конкретно занимаешься селекцией, тебе необходимо знать, какое растение с кем опылено, чтобы в дальнейшем, в следующих поколениях ты мог выдать всю родословную растение. То есть все родители там и все это древо семейное. А в природе кактусы кто опыляет? В природе кактусы опыляют и пчелы, и насекомые разные, и также опыляют и птицы. Природа, да, приспособилась друг под друга, чтобы как-то выживать, размножаться, как бы эволюция. Такой отдельный мир кактусы. Да, да. В статусе демиурга наш герой может позволить себе гордиться своей работой. Поэтому так интересно было узнать о том, что он создал и продолжает создавать в своем райском уголке. Ведь и правда, эта особенность лишь человека уметь творить. И сотворив что-то ценное, этим непременно нужно поделиться с миром. В начале своего увлечения у меня появилась мечта создать свой гибрид и вывести новый экземпляр какой-то. Спустя долгое время опылений, скрещивания растений, выращиваний, я вывел свой гибрид, который, в принципе, по своим качественным характеристикам достоин называться своим именем. Я пообщался об этом с иностранными коллегами. Они мне дали добро и в принципе я назвал именем своей мамы Лавли Хелен. Милая Елена. Да, милая Елена. Как мама отреагировала? Ну, как мама? Мама, конечно, очень рада, она была счастлива этому событию, что, я думаю, для любой мамы радость, когда ее ребенок чем-то ее может порадовать, тем более в таком формате. В этом растении скрещено два разных, так скажем, вида, которые в сумме в результате дали такой необычный рисунок на окнах этой хавортии. Помимо того, что я вывел гибрид, я решил отметить его на своем теле. Я сделал такую вот татуировку с фотографией этого гибрида. Также здесь подписано название Лавли Хелен. Очень круто получилось. Вот, поэтому растение всегда со мной. Вы гордитесь своей работой? Да, несомненно, я горжусь, но это только маленькая ступень в дальнейшем развитии. Я продолжаю также заниматься селекцией и получать какие-то новые гибриды. Этому нет конца и края. Можно бесконечно этим заниматься и получать что-то новое. И радовать не только себя, но и всех. А вот и все. Ну, почти. А разве еще что-то нужно? Найти свое счастье бывает очень сложно. Но и мир умеет удивлять. Можно же просто любить жизнь, любить свой удивительный, легендарный город. Любить свое дело, создавать что-то новое и прекрасное. Колоть колючками пальцы и быть терпеливым. Чесать за ушком кошку, слушать дождь и знать, что в твоем укромном уголке среди огромного мира ты определенно счастлив. Вы в Севастополе живя ощущаете большой город? Или это место такой уютный уголок, который позволяет как-то отойти в сторону от города? Ну, вы знаете, мне кажется, в каждом городе есть, наверное, такой уголок. Вот. Для меня это мой дом, мои стены. Вот. Здесь, наверное, я могу отойти от города, потому что у нас здесь много всего различных растений, поэтому здесь просто отдыхаешь душой. Вот. Но если в целом, ну, Севастополь развивается, много людей появляется здесь, и город растет. Я, наверное, скажу так, что я патриот своего города, даже не в каких-то больших масштабах, а именно своего города, знаю его историю, знаю, какие действия здесь происходили и, ну, берет гордость за тех людей, которые отстояли в военное время и, не знаю, там, взять просто даже наш гимн города Севастополя, когда ты его слушаешь, просто слеза накатывается. Я даже сейчас чувствую какую-то дрожь в голосе, Мне кажется, Севастополь невозможно не любить и не гордиться им, это правда. Ну, да, особенно, когда ты здесь родился и знаешь его историю, то, конечно, да. Радость и счастье приносят занятия любимым делом, когда ты этим занимаешься, ну, не просто как хобби и между работой, там, пытаешься успеть, ну, успеть за этими растениями что-то полить, где-то там усмотреть цветение какого-то растения, вот, именно занятие как дело жизни. Вот, наверное, это самое главное у каждого человека, когда ты, когда твоя работа и хобби, они совпадают. Вот. И семья. Семья, ну, все впереди. КОНЕЦ